Орденом Парасад и медалью Шапогат за проявленную отвагу на передовой в борьбе с опасной инфекцией награждают медиков городских больниц, станции скорой медицинской помощи и сотрудников инфекционной больницы. Эта награда является достижением ваших коллективов, которые трудятся вместе с вами в этот трудный период. Если журналисты – глаза и уши народа, то, конечно, во всех случаях перед врачом стоит поистине героическая задача – спасать человеческие жизни. Усталость не удается скрыть даже под медицинской маской. Ощутить в полной мере весь момент торжественного вручения сложно. Все они уже спешат вернуться туда, где их ждут тяжёлые пациенты, нуждающиеся во врачах, медсёстрах, фельдшерах и санитарах каждую минуту. В такое тяжёлое время наш президент поздравил нас. Мы в ответ хотим сказать большое спасибо. У нас сейчас очень много работы, и для нас это большой подарок. Это награда каждого врача, медсестры, санитара, которые сейчас работают по всему Казахстану. Но мы не ради грамоты работаем. Мы давали клятву. В столь тяжёлое, сложное время, можно сказать, военное положение, наш центр продолжает работать, продолжает оказывать медицинские услуги. Это работа врача, работа врача всегда связана с рисками, с рисками для жизни. Сейчас это особенно актуально. Но мы выбрали эту профессию, мы любим эту профессию. Население сейчас в панике, не знает, куда обратиться. Поэтому организация нашей работы была правильная. И пациентов сейчас, конечно, очень много. Просто хочется обратиться к населению. Когда появляются первые симптомы заболевания, пожалуйста, находитесь дома. Обратитесь по телефону своему семейному врачу, чтобы назначение сделали. Наградили специалистов сегодня почётными грамотами и письмом от президента. В непростое время они стали приятной наградой для шимкенских журналистов, освещающих события в период свирепствующей пандемии. Анастасия Новикова, Давран Абдиев, Нургильдес Адуакас, информационная служба в телекомпании «Утрар».